Всем большой приветик! Сейчас у нас день, дети там уже буянят вообще. В общем, у меня идея фикс, я захотела с детьми поехать в пони-тарий. Так что мы сейчас собираемся и едем в наш волкокраский пони-тарий. Вообще сегодня погода какая-то странная, вроде солнышко светит, должно быть тепло, но по погоде 16 градусов всего лишь. И я даже не знаю, что надеть. Детям надела кофты с длинным руком, а сверху такие теплые кофты с начесом. Я думаю, куртки не нужны, потому что солнце реально светит, а оно сейчас тепло. А сама вот надела свитер и думаю сверху джинсовку надеть. Надеюсь, что не замерзну, хотя я просто мерзлячка еще та. Никита взял с собой самокат, без него отказался ехать. Мы приехали на станцию площадь Ленина. Такая вот у нас красивая станция, большая. Сейчас 13.08, нам к двум. Так что мы даже немного заранее приехали прогуляемся. В общем, мы сейчас медленно доберемся до планетария. Степ, не бегай по газону, нельзя по травке там бегать. У нас в центре города по газону ходить нельзя. Вот в парках можно, где мы гуляли. А именно в центре города везде обычно таблички, по газону не ходить. Это площадь Ленина. Планетарь совсем рядом. Тут буквально квартал пройти один. Ай, Степ, ты так не врезайся. На солнышке очень жарко. Вот так вот, как я оделась, очень жарко. Некоторые идут в футболках, но я смотрю, некоторые прям в дутых куртках даже идут. Короче, кто как одевается, кто как себя ощущает. Тополинный пух уже летит у нас вовсю, я смотрю. Тополя вижу. Да, тополина аллея, все, пух уже у нас полетел. Мы дошли до моего педагогического университета. Я, правда, здесь практически не училась. У нас вот в этом главном корпусе была только физкультура. Ну и на первом курсе такие основные предметы, типа биологии. А в основном мы учились на академической, в другом корпусе математическом. У меня матфак был. Но все равно ностальгия такая. Все-таки два раза в неделю сюда ездили на физкультуру. Никита не едет на самокате, потому что тут вот такой вот асфальт плохой. Он говорит, мам, тут неудобно ехать. Везет его с собой. Я им разрешила бежать вперед, но так, чтобы я их видела, и чтобы они к дороге не приближались. Нам сюда? Нет, нам дальше. Это педагогический университет. Видите, какой красивый? Серафимовича голова. Бюст. Дети остановились. Говорят, великаны расчленили. Тут просто магазин. Голджинсы. Вот джинсы большие. Реклама магазин. В общем, мы уже практически дошли. Тут за угол завернуть и все. Их сложно поймать. Вот тут тополиная аллея. И пух везде летит. Мы тут пока шли, выяснили, что, оказывается, Никита у нас ни разу не был в планетарии. Я с детьми два раза была. Но, наверное, выходит, два раза я была с Мишей, а не с Никитой. Никита, я помню, не хотел, когда я его уговаривала. И сейчас он вообще тоже не хотел. И прямо аж поднывать начал. Я говорю, так, с таким настроем я тебя точно не возьму. И он говорит, да ладно, если самокат возьмем, тогда я поеду. Вот самокат взяли. Давай, Миша, ручку. В общем, мы уже дошли. Нам еще полчаса, так что полчасика тут погуляем. Вот тут у нас такой планетарий. Миша вспомнил. Говорит, мам, здесь же было про динозавров. Миша идет и говорит, мам, мне жарко. А сна в черный капюшон надевает. Я говорю, Миша, сними. Он говорит, я надеваю, чтобы мне голову не напекло. В общем, надо кепки уже надевать. А мы думали, что холодно. Капюшоны у нас. Такие ступеньки бывают? Такие ступеньки? Ну, бывают, раз есть такая ступенька. Покосилась немного ступенчика. Что ты там, жука разглядываешь? Жук, да. Можно. Степ, космонавт маленький. Никита, не достанешь, да, до вех? Я хочу прыгать. Никита прыгает там. Никита, я хочу прыгать. Малыши. Внимание. Внимание. Можно проходить в средний зал. Есть. Там лестница. Вот. Правая лестница наверх. И здесь потихонечку. Не торопясь. Видишь спутник-то? Сейчас я вот это таким спутником сделаю. Все, пойдем. Вон, там, в здании в виде пульска. Где? Вон, длинный стоп, в виде пакохода. А на нем, в здании в здании в бакоходе. Все. А, вот. Можно посмотреть, что-то зеркало. Косе, у меня не видно, где все. Это, конечно, не видно, что-то зеркало. Выдвигаясь к разной гипотезе. Английский физик Роберт Майер предполагал, что Солнце разогрето от ударов метеоритов. Миллиарды лет Солнце вращается вокруг своей оси, сохраняя энергию вращения от древнего газоплевого полка. Солнечные частицы, воеваясь с сердцем атмосферы Земли, вызывают полярные сияния, создают радиопометрии. Во время наиболее сильных магнитных пуль, быстро меняющееся магнитное поле наводит сильные токи в виде коннекторопередачи. Выбудет из строя электроника. В 1989. Закончилось представление. Мне понравилось. Никите было интересно. Степа не очень оценил, потому что там не было никаких персонажей. Вот эта вот штука называется планетарий. И с помощью нее как раз-таки и показывается все, что здесь происходит. Потом меня каждый раз спрашивают, что это. Я сама у мамы в детстве спрашивала. В начале каждого представления об этом говорят. Солнце. Нравится, да? Красиво. В общем, представление, которое мы сейчас смотрели, называется Солнце и жизнь Земли. Интересное, но не для маленького возраста. Все-таки малышам не так интересно. Вот Никитке было интересно. Мне было интересно. На площадку. На площадку хочешь? Степа не нагулялся. Никита тут карты смотрит. Да, Миша! Планетарий были. Вот тут, да, мы в планетарий были? А сейчас мы вот здесь. Да не нажимай! Мама, поезд. Не поезд, а трамвай. Тут не ходят поезда. Нам надо вот оттуда трамвайчик подождать. У нас тут на остановке тоже ремонт. Видать, всю эту плитку, начиная от наших развивающих, заканчивая первопродольной, все решили переделать полностью. Будет везде красиво, аккуратно. Тут уже положили. Мы перед парком решили заглянуть в пекарню. В общем, мы зашли в пекарню, но оказалось, кафе. Хлеб в дом. Сейчас чаечку попьют, запеканочку такую скушают. У Степы прям полноценная запеканка. И удивительно, он кушает. А у Миши и у Никиты запеканка. Ты вот за эту запеканку заплатила? Конечно. Все, что тут я заплатила. А что такое? У меня это сочник. Сочник еще? Я сейчас принесу тебе. Кроме это не хочу, а сочник. Ну это я могу съесть, если ты не хочешь. Еще сочник тебе? Сейчас еще сочник возьму. Слушай, мы перекусили. Я говорю, тебе все довольны? Никто не будет включать, что он кушать хочет? Степа говорит, я довольна. И Миша говорит, я почти довольна. Еще бы ты мороженое купила. Ты мне купила мороженое, потому что Степа что-то подкашливает. Вот опять. В общем, идем. Надеюсь, в ближайшие полчаса я не буду слышать. Мы кушать хотим. Съели по запеканке творожной. Хотя не запеканка, а вот эта вот корзиночка. Но она типа запеканки с творогом только в корзиночке была. Миша даже съел. Я удивилась. Вообще Миша у нас редко очень ест такие вещи. Но он, видать, увидел, как Никита уплетает. И тоже же решил. Никита еще два сочника съел. Чай попили. Мы просто рядом с парком. И сейчас в этом парке какие-то там мероприятия детские такие. Мы хотим туда зайти посмотреть. Танцует. Музыку слышали? Танцует сразу. Там должен быть какой-то концерт детский и конкурс рисунков на асфальте или просто выставка рисунков на асфальте. И еще какая-то выставка тоже художников или детского творчества художников. В общем, что-то такое. Ну, пока мы до тут дойдем, тут еще все детские площадки надо обойти. Это запись не у быстренной съемки. Никита реально так бегает. Ой, маленькие любители жуков. Нашли еще кого-то. Водомерка какая-то. Не надо раздавить. Степ, не надо. Пойдем. Пойдем посмотрим, что там. Ой, пришли мы на эту детскую площадку. Я так не люблю, потому что горки тут такие высокие. И изгибы очень сильно по попе бьют. Ручка сейчас за руку, наверное, Степу один раз скатну. И больше не будем. Степ, давай за ручку, давай. Ой, высоко, я даже не достаю. Это вообще для взрослых, наверное, площадка. Ты будешь кататься? Никита очень аккуратный, не сразу бегу. Потому что вот этот изгиб, он неприятный. Давай аккуратно. Ну ты можешь, ты высокий. Так, в общем, Никита скатился нормально. Ой, молодец. Тебе понравилось, что ли? Понравилось ему. Но Миша не рискнет. Я уверена, что он не скатится. Ловить тебя? Короче, Миша, я поймала все нормально. Скатились все с этой горки. Нормальненько. Первый полет прошел. Я надеюсь, мы тут долго не задержимся. Пойдем на другую детскую площадку. Она там, ну, я уже много раз ее показывала. Она там более-менее детская. А это, она очень красивая площадка. Но она реально какая-то опасная. По мне так. Особенно вот эти горки. Для каскадеров. Вот такие вот еще штуки. Я люблю, я приветствую. Вот это ты залез, Степ. Сюда шли мы до этой площадочки, которая для более маленьких детей. Там, правда, людей тоже много. Но в выходной все-таки. Степ, держись. Ладно? Ага. Никита попросил позвонить его другу. Говорит, спросите, они не гуляют или нет. Они просто тут рядышком. Ладно, приехал. Любимые качели. Степа счастливый. Поехали. Все, мы нагулялись. У нас уже солнышко садится. За нами приехал Степ. Сейчас нас до дома довезет. Степа меня тянет. Непонятно, кто кого выгуливает. Степ меня или я его. Аккуратно, Степ, держись. В общем, едем домой. Нагулялись сегодня прям вдоволь. Гляньте, мы ехали, а тут пожар какой-то. Какой-то вулкан взорвался. И пожарка стоит, и скорая. Вон там на крыше лезут души. Так, я вижу ураган этого дыма. Ну, это прям сильно. Развернись, другая сторона объедет. Так, не надо. Ужас какой-то. Вон, видите, частный дом маленький горит. Дорогу не будем загромождать, чтобы не этот. Да, там чуть подальше развернись. Слушайте, я сейчас зашла на сайт любимый Василек и увидела тут постельное белье, как у моих пацанов. У меня кто-то спрашивал, вернее не спрашивал, а даже жаловался, что хотел такие купить, а их в наличии больше нет, не производит или там не выпускает. Вот оно есть, с динозаврами. Вот такой красивый, мы его очень любим. Тут вот такие вот динозавры большие и простыня зеленая с такими болтиками, что ли, с шестеренками, в общем. И постельное белье, вот как у нашего Миши. Тоже он его очень любит, с различной техникой. И простыня такая же, с шестеренками, с болтиками. Очень классное постельное белье. В общем, кто ждал, вот оно на сайте есть. Я просто случайно заметила. В общем, это не реклама, а так, именно для тех, кто интересовался и жаловался, что такого больше нет. Смотрите, какие еще тут такие классные вообще. Я просто думаю, может же заказать своим пацанам. Все постельное белье тут просто потрясающе, особенно вот из поплина. Мне больше всего нравятся и расцветки, и по качеству оно очень нравится. Я вообще зашла на любимый Василек, чтобы Степе выбрать костюмчики для сада на лето. Потому что сейчас вот будет тепло, и внутри в группе в костюмчики надо ходить. И сейчас вот он дома бегает, у него там на попе дырка протяжалась. Я говорю, так надо заменить. И зашла случайно в постельное белье. Смотрю, вот как у нас. Так что, кому было интересно, быстрее хватайте, пока не разобрали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok